Принц Уильям попал в новый скандал. Дочь Камилы, что хочет от нее муж принцессы Уэйской Кэтрин, принц Гарри в суде и униженная Меган Маркл. И огромное количество новостей. Все, как всегда, будет интересно. Смотрите, пожалуйста, до конца. Всем огромный привет! Вы смотрите канал Дочи Ньюс. Меня зовут Альбина. Давно не виделись, куда мы делись. Рассказываю. Все эти дни мы пытались переехать на дачу. Я сейчас на даче. Не спала всю ночь. Боялась. Мне казалось, что за окном волки. А я тут одна. И меня тут съедят. Подавятся, правда же? Скажите, правда. Короче, я плохо спала. Все эти дни мы пытались сделать это быстрее. По итогу, наоборот, получилось дольше. Я очень соскучилась. Надеюсь, что у вас также все хорошо. За окном непривычная картинка. Меня это отвлекает. За спиной также непривычная картинка. Я забыла всю аппаратуру, весь свет. То есть я не забыла, а наоборот. Машина увезла. Карина должна скоро приехать. Никого здесь нет. Я тут голодная, холодная. Вот снимаю для вас ролик. А значит, вы должны... Что? Поставить лайк? Правильно. Написать комментарий. Возможно, я как-то там непривычно выгляжу. Одела летний халат. И вот сижу на даче. Представляю, что за окном лето. А на самом деле за окном ветер, ураган, пасмурная погода и ничего хорошего. Вот сейчас покажу. Вот так это все выглядит. Ничего интересного. Так, чтобы было видно клумбы. Вот, пожалуйста. Все пусто. Что-то надо делать. Как-то это все... Ой-ой-ой. Не знаю. Видно вам что-нибудь? Не видно. Ладно, потом, возможно, как-нибудь я проведу для вас экскурсию. Ну, а сейчас это как-то так выглядит. Подписывайтесь, ставьте лайки, как я уже сказала. Делитесь нашими видео. Мы с Кариной будем вам благодарны. Надеюсь, я не умру с голоду, пока она появится. Так вот, с меня не станет. Но я не на диете. Вы же знаете, я не люблю диеты. Так вот, князь Альбер, не принц, а князь, а то сейчас будут ругаться в комментариях. Князь Монако Альбер отмечал свой день рождения. И он был очень активен в эти дни. Почему я начинаю с него, сейчас узнаете. Очень даже интересный момент. Он там ходил по музеям, фотографировался с собственными детьми и женой. И вот давал интервью журналу People. И у него спросили, вы появитесь на коронации? Сколько там у вас приглашений? Какие у вас отношения с королем новоиспеченным? Уже не печенным? Так вот, он сказал, что приглашения всего два. У него спросили, а дети приглашены, они поедут вместе с ними, ну, с Шарлен и с Альбером в Великобританию. Он сказал, нет, дети останутся дома, для детей нужны приглашения. А их нет, приглашений всего два. И к чему я это рассказываю? Правильно. Сейчас все британские СМИ разговаривают и пишут о том, что у Арчи Харрисона нет приглашения. Почему? Ведь он же внук короля, того самого, которого коронуют. Но, оказывается, по протоколу и по всем традициям, тем самым неудобным правилам, несовременным, нужно приглашение для Арчи Харрисона. А для Лили Бедзианы нет. Она еще слишком мала. Но у Арчи нет приглашения, а значит, он не может появиться на коронации. И сейчас эксперты говорят, что поэтому Меган Маркл оставит своего мужа, бросит его, и он полетит в Великобританию один разбираться со своей семьей. Тем более, что они не принесли никаких извинений ни Меган, ни Гарри. Да, помните, я вам рассказывал, что он требует извинений. И вот Ричард Иден появился и сказал, что этот Гарри вообще не дружит с головой, потому что он очень даже странно себя ведет. В его положении сиди да молчи. Но нет, он именно и требует себе эти извинения. И в этом случае, мол, и Анжела Левин, кстати, тоже что-то такое говорила, а в этом случае Меган Маркл даже предпочтительнее для королевской семьи, чем этот несговорчивый принц Гарри. Вот так. Я лично не верю в то, что Меган не появится на коронации. Это все спекуляции на эту тему, я в этом уверена. Ну, и дети появятся, и она появится. Но, скорее всего, они просто дети останутся дома. Дорью Регланд, я думаю, притащит также. Ну, а Гарри и Меган вместе пройдутся по коронации. Она будет его поглаживать, наглаживать. Они будут там с микрофонами снимать контент, работать, зарабатывать денежки. Все эти слухи про то, что Гарри разорился, не имеют никаких подтверждений, что у него были вложения в Силиконовом банке, который разорился в Силиконовой долине. Также пока что не имеют подтверждений, но американские СМИ пишут о том, что могло случиться так, что у Сасекских были деньги в этом банке. Ну, могло, а могло и нет. Давайте теперь поговорим про принца Уильяма, ведь он был у нас заявлен практически в заголовке. Самый главный. Он, как вы знаете, недолюбливает Лору, дочку Камилы. Когда они ссорились, там еле Букингемский дворец устоял. Настолько были сильные, громкие и агрессивные ссоры. И принц Уильям, когда увидел, сколько внимания уделяется детям и внукам той самой Камилы, он решил действовать и задействовал уже свою команду. Он работает над тем, чтобы изменить уже принятые решения. Об этом рассказал Дэн Вутон. Он ведущий, как вы знаете, а также ведет несколько колонок в СМИ, в ведущих британских газетах. Он дружит с принцем Уильямом, и я думал, что ему можно доверять. Он сказал, что принц Уильям передумал, что дети, я имею в виду принцессу Шарлоту, ну и, конечно же, Луи, будут играть большую важную роль на коронации. И он это подготовит. А также дети других работающих членов королевской семьи, а также неработающих. То есть он хочет акцентировать внимание, он хочет показать, что семья большая, я про Винзоров. И что все, мол, будет хорошо. И без детей Камилы и внуков Камилы обойдемся, все у нас хорошо. Вот с такой точки зрения я это понимаю. Как считаете вы, прав он или нет, обязательно пишите. Теперь, какой скандал следующий случился с этим самым принцем Уильямом? Вы знаете, что они выходили в Вестмистерское аббатство, был день содружества. Там все стояли с этими плакатами. Но Нью-Йорк-Пост выложил вот такую вот статью. Там их журналист рассказывает о том, что он находился среди этих бастующих, протестующих. И один из протестующих выбежал вперед, рассказывает этот журналист. И крикнул ему в лицо, что он не взойдет на престол, что он не станет королем и, мол, живи с этим. Репортер сокрушается, что он не смог увидеть со своего места, как отреагировал принц Уильям. Но вы понимаете, что, скорее всего, он это услышал и ему это не понравилось. Также в Вестмистерском аббатстве были вот такие самые, что ни на есть, кокетливые и приятные моменты. Между принцессой Уэйской и, конечно же, принцем Уильямом, они, мне кажется, все больше и больше воркуют на людях. Ну, а я хочу перейти к еще одному инциденту с участием принца Уильяма. В этот раз он взял частный самолет и воспользовался королевскими деньгами ради своего хобби. Он полетел на футбольный матч. Его любимая команда Астон Вилла, за которую он болеет с самого детства, будет участвовать в матче Премьер Лиги. И он решил их поддержать этим самым своим визитом. На что все обратили внимание, что что ты делаешь, расходуешь деньги, какое ты имеешь право, как ты себя ведешь, трать свои деньги. Ну, вы понимаете. Кроме этого, разразился скандал и с другой точки зрения. Теперь-то он принц Уэйский, а значит, должен болеть за команду Уэйса. А он ходит и всем демонстрирует свою любовь к команде английской Астон Вилла. Что, мол, творится? Тогда, пожалуйста, избавься от своего титула принца Уэйского. Это пережиток прошлого. И заново вот это вот все всколыхнулось. Я, если честно, ни капельки не удивлена. Думаю, что ему стоит подумать, прежде чем совершать какие-либо шаги. Но вот он так легко воспользовался частным самолетом и оказал поддержку своей любимой команде. Сегодня я хочу показать вам, конечно же, и речь короля. Вы ее увидите. И, скорее всего, увидите именно сейчас. А он ее произносил в Вестмистерском аббатстве на День Содружества. Много говорил о том, что все будет хорошо, все будет тип-топ. Вспоминал свою мать. И в рамках этой новости о том, что он толкал речь, я хочу рассказать вам о том, что Мэтт Хэнкок. Вы же помните, кто это? Помните или нет? Так вот, это бывший министр, который там целовался с любовницей. Попал на камеру. Его уволили. И он написал книжку еще более скандальную, чем у принца Гарри. И вот он написал эту книжку не один. С ним была соавторша. Так же, как и у принца Гарри. У самого таланта не хватило. И это самая. Изабель Окшотт. Так зовут соавтора Мэтта Хэнкока. И она предлагает и уже предложила свои услуги принцу Эндрю. Почему она это делает? Во-первых, они с этим Мэттом Хэнкоком рассорились. Там огромный скандал. Но мы не будем, конечно же, в это вникать. Дело в том, что книга имеет успех. Продается. Так вот, и она на этой волне решила предложить свои услуги принцу Эндрю. Он может воспользоваться. Возмущаются королевские эксперты. Ну что, воспользуются, значит мы узнаем много всяких непотребств. Ну а я хочу рассказать вам о том, что на канале Аморе Ройл выйдет новый ролик. Он посвящен Дню Святого Патрика. В чем была принцесса, как все происходило. Принц Уильям, который говорил речь и передал свою должность. Шучу. Своё звание своей супруги. Всё вот это самое интересное. И ещё, конечно же, граф Спенсер, который сказал такие вещи про Дональда Трампа и про принцессу Диану. Буду всё это рассказывать и многое другое, конечно же, на канале Аморе Ройл. И много будет оригинального видео. Всё, как всегда, будет интересно. Поэтому, пожалуйста, смотрите. И не забывайте про лайки, комментарии. Ну, вы знаете, делитесь нашими видео. Тем временем, Fox News рассказывает нам о том, что принцу Гарри перед тем, как появиться на коронации, стоит извиниться. Принести свои извинения. Сделает он это или нет, даже смешно подумать. Конечно, нет. Он, наоборот, требует извинений для себя, для Меган и для своей семьи. Он появится в суде. Об этом я сейчас расскажу чуть позже. Ну, и Меган Маркл, которую в очередной раз унизили. Как это произошло, буду рассказывать. Какие живые свиньи, как это низкопробно, как это ужасно. Американская программа Saturday Night Live показала Меган Маркл и изобразила её в роли служанки. Это и есть расизм. Против этого мы и боремся, против этого мы высказываемся и принимаем законы. А вы показываете это чуть ли не в прямом эфире, тиражируете, ну и так далее. Конечно, не только про Меганские СМИ отметили тот момент, что очень некрасиво показали Меган Маркл в этой программе. Она была, как повторюсь, изображена в роли служанки. И всё это не очень красиво. Если честно, чем дальше, тем хуже обстоят дела для Меган Маркл. Не знаю даже, как она с этим будет бороться. Знаменитый актёр шотландского происхождения Брайан Кокс также высказался на тему Меганы Гарри. У него спросили, или он сам об этом сказал, но в любом случае это растиражировали. Она знала, на что идёт, она знала, она делала это и потом уже не захотела принять систему, войти в неё. Короче говоря, он высказался о Меган о том, что она прекрасно всё рассчитала, вошла в королевскую семью и теперь пытается её разрушить. Брайан Кокс сказал, нельзя войти в систему, где кого-то уже обучили вести себя определённым образом, где всё работает как часы и затем просто ожидать, что они сделают для тебя исключение. Но это всё касается Меган Маркл и мне кажется, он ещё держал себя в руках. Конечно же, большинство хейта против Меганы Гарри именно по этой причине. Не потому, что они неприятные, не потому, что у них что-то не так с цветом кожи, как они об этом заявляли. Не потому, что они жадные и хотят заработать все деньги этого мира, а потому, что они пытаются переделать ту самую систему, которая нравится множеству людей, которая была испокон веков. Но вот Меган пришла и сказала, топнула ножкой, хочу по-другому. Давайте перейдём к следующей теме, что вы об этом думаете? Мы вам показывали на канале Deutsche News арабскую свадьбу. Дочь Ранни и Абдаллы выходила замуж. Я про Иман. Было огромное количество благодарностей. Спасибо вам, что смотрите. Ну и я хочу сказать, что в этом марте состоится ещё одна свадьба. Леди Амелия Спенсер, дочь того самого графа Спенсера, выходит замуж за Грега Малетта. И это всё произойдёт в этом месяце. Все подробности, а также, если появится видео, кто будет гостями, всё будет это очень красиво и интересно. Напоминаю, что леди Амелия Спенсер является дочерью графа Спенсера. У неё есть сестра-близнец. И вот она, наконец-таки, решила выйти замуж. Она племянница принцессы Уэльской Дианы. Будет ли королевская семья? Как это всё будет происходить, будем показывать. Между прочим, почему бы принцу Уильяму и Гарри не появиться на той самой свадьбе? Но пока что всё молчком, поэтому, наверное, Гарри мы не увидим. Хотя, те самые тётушки Спенсер были в Монте-Сито. Мы с вами это никак не обсудили, но давайте-ка уже забудем про это. Ну, были и были. Бывает. Пока во Франции пылают беспорядки, сжигают чучело Макрона и кричат, что они обезглавили Людовика VI, но не только его, мы с вами это прекрасно знаем. Король издал новый указ, об этом новость появилась только что, и она очень забавная. Ему мешает работать и отдыхать. Кто бы вы думали, не угадаете. Почётный караул. Ребята, вы должны быть гораздо тише, вы мне мешаете. Вот такой вот призабавнейший указ издал часть третьей. Как вы знаете, эта церемония, почётный караул проводится регулярно, каждый день. Всё это происходит возле Букингемского дворца и Сент-Джеймского дворца. И они находятся рядышком с официальной резиденцией короля Кларенс Хаус. И вот это всё ему действо мешает. Интересный факт, что раньше что не мешало, ведь он также проживал в Кларенс Хаус. Но теперь он король и решил разобраться с почётным караулом. Это гораздо важнее. Я тут просматривала новости, вдруг что важное появилось. Вот прям только что я вам рассказывала, что принц Ульям работает над тем, чтобы подключить своих детей и сделать их роль на коронации более серьёзной. И вот они также пишут о том, что он работает над этим, ведутся споры. Интересно, кто не соглашается, неужели Камила? То, что стравливать принцессу Уэйску Кэтрин и королеву-консорт Камилу теперь принято. И никто не стесняется, мне кажется, что Камила заняла роль Меган Маркл. Всё меньше Меган и всё больше Камилы. Это всё противодействие. И вот появилась только что статья очень забавная, что Кэтрин принцесса Уэйска владеет самым дорогим ожерельем, самым дорогим украшением не только в британской королевской семье, но и среди всех существующих королевских семей. Представляете, какие масштабы? Также в этой статье утверждается, что Кэтрин носит это ожерелье. Все подробности вы видите на экране, потому что ей нравятся натуральные бриллианты. Ух, какая умница, сказала бы я. Так вот, а вот та самая Камила, королева-консорт, которая очень сильно старается избавиться от этой приставки консорт, она владеет самым доступным ожерельем. Вы видите его также на экране, которое вам нравится больше. Мне кажется, это наиглупейший вопрос, конечно, то, что на Кэтрин. Ну и я хочу сказать, что как бы то ни было, я просто вам не рассказываю, потому что я не могу же говорить одно и то же, но на самом деле в британские СМИ все еще разговаривают о том, что Камила пытается избавиться от этой приставки королевы-консорт. Мол, очень старается. Ну вот пусть старается. Наконец мы с вами добрались до этого слушания. Принц Гарри и его иск против газеты «Mile on Sunday». Как это все происходило в эту пятницу должно было состояться последнее слушание. Но сегодня суббота и никаких известий нет. Но вот что писали вчера, что принц Гарри в свое время обратился в Министерство внутренних дел и обратился в суд и требовал себе вернуть охрану. Он говорил, что он оплатит ее сам, но вот качество охраны, он член королевской семьи, принц и так далее и тому подобное. Вот верните и все, я сам все оплачу, но на том уровне, как было ранее, потому что я нахожусь в опасности. Это все заявлял принц Гарри. Ну а газета описала это все немножечко иначе. Со слов адвокатов принца Гарри и самого принца Гарри, они якобы написали о том, что принц Гарри не собирается платить, а вот стучит кулаком по столу и требует себе вернуть охрану. То есть был обман. Вот так все это описывается в этом иске. А уже менялся судья, прежний судья признал, что газета его оклеветала и вообще все это судейское действие, скорее всего, решится в пользу принца Гарри. Об этом все пишут и Майлон Сандэй проиграет. И они пытаются, адвокаты принца Гарри, пойти коротким путем и все побыстрее это завершить. Также поступила его супруга Меган Маккл, она также появлялась в суде против газет и они также пошли коротким путем. И вот сейчас они, принц Гарри и Майлон Сандэй пытаются договориться. Если договорятся, то значит те газета что-то там оплатит, принесет свои извинения маленькой строчкой, вот такими мелкими буквами, где-то там напишут, что они оклеветали принца Гарри. Зачем из-за этого нужно было идти в суд? Ну, видимо, принц Гарри действительно переживает очень сильно на эту тему. И еще сегодня появились заголовки, что принц Гарри сам должен появиться в суде уже против другого таблоида, против газеты Миррор. Появится? Нет, не знаю, но есть такая информация. В это время бельгийская королевская семья находилась в Каире, в Египте, с визитом. Мама и дочь произвели фурор. Говорят, что принцесса Елизавета очень даже похожа на ту самую королеву Елизавету. Похожа или нет? Обязательно пишите все эти наряды, как это все проходило. Кстати, принцесса многим, Елизавета я имею в виду, нравится. Только по причине того, что ее зовут Елизавета. И они ее любят сравнивать с той самой Елизаветой. Елизавета, интересно, мне кажется, вообще не похожи и ничего общего. Единственная девушка очень серьезная и подходит серьезно к своей роли. А мне так кажется. Я с вами хочу попрощаться, хочу напомнить о том, что на канале Amore Royal фееричный выпуск вы увидите парад Святого Патрика, там волкодавы, в чем была Кэтрин, анальные трещины, ну и много чего интересного и скандального. Обязательно смотрите. Этот выпуск на Дочи Ньюс подошел к концу. Теперь мы уже на даче, а значит у меня нет причин не работать. И я буду работать для вас в прежнем режиме. Не пропускайте видео. Пока-пока, до новых встреч. Мы с коришкой передаем вам привет. Вот, как-то так. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Пальчик вверх, если да. Ну и пишите, как вам голые степи, которые мне нужно засадить и озеленить.